Обеспечение общественной безопасности жителей – задача всегда актуальная. Противоправные действия, стихийные бедствия, нарушение общественного порядка в местах массового пребывания людей могут иметь самые тяжелые последствия. Возрастает необходимость оперативно получать информацию о подобных событиях и вовремя принимать меры. Для решения этих задач в нашей стране реализуется программа «Безопасный город». Созданы так называемые ситуационные центры. О том, как ситуационный центр работает в Славянском районе, расскажут мои коллеги Рузанна Ефремян и Георгий Калинин. В Славянском районе система видеонаблюдения «Безопасный город» была создана 4 года назад. Курирует ее работу районная администрация. На централизованный видеоконтроль были взяты аварийно-опасные перекрестки, общественные места, объекты инфраструктуры, требующие повышенного внимания. Городская система видеонаблюдения – это важная составляющая комплексной системы безопасности. Видеоизображение является источником объективной информации о текущей ситуации, который позволяет принимать правильные решения в быстро меняющейся обстановке современного города. 24 часа в сутки камеры отслеживают правонарушения, а операторы ситуационного центра всегда готовы принять сигнал. В 2010 году в городе было установлено 5 камер. На сегодня их уже 52, а совсем скоро станет еще больше. В крае была целевая программа по созданию комплекса обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 год. В августе 2013 года мы участвовали в конкурсе и заняли 8 место на софинансирование по модернизации построения безопасного города и приобретению камер видеонаблюдения. Субсидия краевая составляет 8 миллионов 300 тысяч рублей. На данные деньги мы закупили сетевое оборудование, новые сервера, стойки, источники беспрепойного питания, генераторы и камеры. Камер будет 28 штук. В рамках единого комплекса функционирует множество подсистем сбора, анализа, трансляции, архивирования и распределения данных. У специалистов центра есть онлайн-карта города, по которой, например, можно отследить состояние движения на улицах Славянска на Кубани. В целом же под видеонаблюдением сегодня находится уже большая часть города. На 2014 год мы планируем не только в пределах города устанавливать камеры, мы будем уже установить камеры и в станице Анастасиевской, далее, может, будем в Петровской. Кроме слежения за обстановкой в городе, служба занимается разработкой систем автоматизации учёта, которыми будет удобно пользоваться жителям. Например, электронная очередь в детский сад, успешно применяемая в нашем районе. В перспективе введения электронных журналов, которые позволят родителям следить за успеваемостью своих детей. Служба «Безопасный город» постоянно взаимодействует с правоохранительными органами. Так, в отдел МВД по Славянскому району за 2013 год было передано порядка 260 сообщений о правонарушениях. Раскрыто пять преступлений с использованием технических средств ситуационного центра. Чтобы посмотреть, как действует «Безопасный город», познакомиться с новыми программами и формами работы, в центре с рабочим визитом побывал глава района. Роман Синеговский отметил, система требует дальнейших разработок и внедрения практически во все сферы жизни района. «Служба серьезная, деньги бюджетные тратятся, поэтому результаты. Результаты, результаты, результаты. Чтобы, понимаешь, потом идет сарафанное радио. Если кого-то наказали, он говорит соседу, другу, товарищу. И уже если еще раз о них думают, стоит там что-то дебоширить или распивать, или бросать что-нибудь». «Город у нас небольшой, и сразу статистика все меньше, 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 после остановки камер. Сейчас, когда будут добавляться камеры, когда уже 50 камер стало, у нас больше результат, чем когда было 5. Добавим сейчас еще камеры, я думаю, будет результат еще у нас больше, больше». Участвовать в программе «Безопасный город» могут все владельцы предприятий и торговых объектов, территория которых находится под видеонаблюдением. Такое взаимодействие должно уменьшить количество правонарушений на местах, а это сделает наш город еще более безопасным. Рузана Ефремян, Георгий Калинин, программа «События».